Число избирателей края уже подсчитано 1 756 000, причем 30% из них население краевой столицы. Они, как и жители других городов и сел, смогут выбрать удобный для себя способ голосования. Мобильный избиратель позволит отдать голос на любом удобном избирательном участке. Дистанционное голосование сделать выбор удаленно. Кстати, подать заявление на ДЭК и мобильного избирателя можно уже с 29 января. А с 17 по 19 марта есть возможность лично прийти на избирательный участок. И все же, по данным руководителя избиркома края Ирины Акимовой, все больше алтайских избирателей голосуют дистанционно. При проведении выборов губернатора Алтайского края свыше 111 тысяч жителей Алтайского края воспользовались такой опцией. И 90% из подавших заявления, наверное, такой высокой явки у нас не было больше ни на каких сегментах голосования. Так вот, на дистанционном электронном голосовании явка на выборах губернатора Алтайского края составила практически 90%. Делать прогноз о явке очной на выборы президента Ирина Акимова не стала. Но на вопрос о традиционной и довольно низкой ответила цифрами. По ее словам, в 2012 году явка на выборах президента России в Алтайском крае составила почти 60%, а на выборах 2018 более 65%. И еще о цифрах. Почти полмиллиарда нынче потратят на проведение выборов в крае. 80% из выделенных средств направлено непосредственно на дополнительную оплату труда членам участковых и территориальных избирательных комиссий. Часть средств будет потрачена на новую программу, добавила Ирина Акимова. Уже с 17 февраля в крае начнется адресное информирование избирателей, так называемый информ-УИК. Он предполагает поквартирный обход избирателей членами комиссии. Они будут сообщать о дате и времени голосования, информацию о зарегистрированных кандидатах, адрес избирательного участка, а также о способах участия в голосовании. Такие обходы планируется проводить до 7 марта. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с Толком.